Всем привет! Сегодня с вами Алекс Ки. Мы сегодня будем готовить так называемый пасхальный кулич, их почему-то называют маффины и краффины. В итоге, чем отличается маффин от краффины, непонятно, но их назвали краффины. Рецепт я нашел на сайте ютуба какой-то видеоролик чей-то канал не знаю, просто попался. Вот здесь указан рецепт, очень удобно все написано. Для приготовления нам понадобится 1 чайная ложка цедры апельсина, 2 столовых ложки апельсинового сока, 80 мл теплого молока, 6 грамм сухих дрожжей, 100 грамм, чуть меньше сахара, 1 яйцо, 2 желтка, 35 грамм муки, это 2 стакана и 1 3 стакана муки и 1 2 чайной ложки, 40 грамм растопленного сливочного масла, 100 грамм мягко-сливочного масла, 100 грамм сухофруктов, горст грецких орехов, если есть, и 3 формы для выпекания. Сейчас я достану только фрукты, которые я забыл. Из Таиланда привез вот такие вот фрукты и у них всего 5% сахара. 400 грамм стоит всего лишь 100 бат, это очень выгодная цена на такое количество веса. Если хотите заказать, я вам могу скинуть информацию. Они очень вкусные и самое главное, что они содержат много сахара. Также есть еще вот такие вот сушеные ман, да, они вообще без сахара, очень натуральные и полезные, содержат дотамины и при этом не содержат сахара. Итак, достану сахар и достану изюм. Итак, цедру я уже сделала. Вот так у нас получилось. Такое количество цедры. Итак, по рецепту написано, что надо предварительно замочить изюм в кипяченой воде горячей. Надо специально кипятка. Такое горячее воде мы пока ставим. Мне нравится вот эта форма. Я его купил по выгодной цене от Метрополии Метро. Удобно, что вот столько мало. То есть просто продавливаем и у нас получается форма. И потом можно так вот легко ее сложить и она очень компактная становится. Даже не знаю, где ее купить, где ее заказать, но я ее покупал по акции, наверное, год или два года назад. Это удобно. Она и силиконовая. Здесь металлическая какая-то рамка, за которую удобно держать. Никакого запаха не приеду. От нее нет. И, надеюсь, вреда при приготовлении кексов от нее тоже нет. Так. Этот мы замочили. Так как я готовлю все в двойном количестве, чтобы теста было много, чтобы, потому что я первый раз делал по рецепту, у меня получилось 6,9. 15 всего кексов у меня получилось вот в такой вот форме. Я решил теперь увеличить все это в двое, поэтому все ингредиенты, которые я нашел в этом видеоролике, я просто увеличиваю вдвое. Поэтому я и беру большую чашку. Ставим немножко подробить. В прошлый раз у меня уже остался белок, поэтому сейчас я сюда добавлю... У кого-то какие-то есть приспособления. У кого-то есть специальные приспособления для разделения белка и желтка, но... Я уже довольно длительное время пеку и что-то стряпаю сам самостоятельно. Мне не стоит сделать это вручную. С помощью двух половинок скорлупки яйца. Может быть у вас в первый раз не получится, но... Будет куда стремиться... Да уж, спать хочу. Молоко у нас теплое. Сейчас мы туда высыпем. А курица, ты что будешь делать? Курица готовится. Что-то незаметно, что она готовится. Она просто на медленном, на единичечке. Поставь на двойку. Не надо на двойку, иначе потом у меня все сгорит и убежит. И я и это не сделал, и то не сделал. И что не убежит на двойке? А также я дополнительно буду использовать ванилин, раздыхлитель из теста, дрожжи и корицу. Корицу, чтобы пахло и вкусно. А еще я забыл в том первом случае кексов использовать кокосовую стружку. Потому что она очень вкусная, а я почему-то про нее забыл. Так, у нас, значит, здесь 7 грамм. Теперь мы будем использовать... Использовать два... Чуть не высыпало туда мы внутрь. Жень. Ну, я сейчас это порежу. Сейчас будем тестировать. В итоге у меня получилось 18 грамм. Хотя по рецепту должно быть 10 грамм. Но, соответственно, в два раза больше это 20 грамм. Так, окей, сахар. Сахар у нас по рецепту идет чуть меньше стакана. Мы берем стакан. Используем стакан. Тут у нас сахар. Так, раз. И на столько же два раза. Так, теперь возьмем миксер. Миксер. Вот такой вот миксер. От компании не буду говорить. Они мне все равно не платят. Теперь мы все это взливаем до длинного состояния. Сахар должен чуть-чуть раствориться. Мы все это взбиваем до тех пор, пока масса чуть-чуть не побелеет. На всякий случай это примерно 10 минут. Так, теперь мы берем муку. Муку у нас надо брать. Так, мы сейчас смешиваем все ингредиенты. Дрожжи должны слегка набухнуть. Там в рецепте все это выливали в муку. Я же решил вываливать это все в яйца, в сахар. Потому что мне так кажется, что лучше помешивать и всыпать муку, чем делать это наоборот. Потому что комков так образуется намного меньше. Масло выливаем. Также мы добавляем апельсиновый сок свежевочный. Тоже сюда. Нам нужна еще щепотка соли. Так, теперь мы чуть-чуть добавим ванилина. Чтобы запах был чуть-чуть. Обалденный запах ванили. Потрясающе пахнет. Так, теперь добавляем пакетик разрыхлителя теста. Прямо сюда в эту смесь. Так, теперь мы еще немного добавим корицы. Само жидкое тесто. Мы еще будем потом посыпать, но чтобы тесто пропиталось. И теперь начнем добавлять. Примерно я знаю, какая должна быть консистенция по тесту. Поэтому я пока буду по чуть-чуть досыпать и помешивать. Вообще я первый раз готовлю так вот, чтобы по рецепту. Обычно я все делаю на глаз. Если вот сейчас я вот сыплю примерно, как рука возьмет. Первый раз я готовил все по рецепту. Убрал стакан. Насыпал стакан муки. И готовил. Сейчас я уже делаю на глаз. Вообще люблю делать на глаз. Потому что мне кажется, что когда делаешь на глаз, оно получается намного вкуснее, чем если делаешь по рецепту. Потому что все это получается как-то, не так, по-моему, вкуснее. Для первого раза я вам рекомендую все, конечно, делать по рецепту. Но тесто получается, конечно, очень классное, обалденное. Оно воздушное и очень влажное получается. Не знаю почему. Наверное, из-за масла. А может быть, в принципе, вообще от всех этих ингредиентов. От изюма и от всего остального. Вот у нас получилось так много теста. Теперь мы берем, раскатываем лист. Берем масло. Можно прям так руками. И начинаем его размазывать по этому. Вот это у меня запишется на камеру. Это фильм, который смотрит Женя. Который я вообще не понимаю, что зачем ему это смотреть. Если можно включить хороший фильм или сериал. Теперь мы берем визю. Визу. Он последнее время на русском-то только и поет. Он только песен. Да, да. Я тебя очень понимаю. Мы тоже все это давно говорили. Ну, же. Хатично. Разбрасываем. В куплете ты, в принципе, все показал. Пехофрукты. В куплете было все понятно. Что ты умеешь? Здорово. Правда. Тут тоже. Вот ты не напрягался. Вот ты не напрягался. Люди выходят, давят, что-то форсируют. А вот так вот оказывается на месте. Теперь, что нам надо? Нам надо аккуратно все это катать. Вот такая самобытная, настоящая, присущая. Литма тебе. Пип. Вот так вот у нас получилась вот такая вот колбаска. И вот разрезаем. Так как я использую низкие формы, поэтому я разрезаю до конца. По рецепту вот в этом месте не разрезают. И вот так вот аккуратненько скручиваю, скручиваю. И вот так вот соединяется вот с этой частью. Но у меня нет, и поэтому я вот так вот аккуратненько собираю какашку. вот такая вот некрасивая. Вот такая вот она некрасивая. Но мы берем форму и туда так вот упаковываем. так вот здесь вот. Так вот здесь вот. мы взяли иди. И теперь мы это все скушаем. Готовая колбаска, мы сейчас ее разрежем и упакуем кексы. Ну, скоро увидимся и посмотрим готовый уже результат. Ну, а ты не забудь подписаться на канал. Скоро будет много интересных рецептов, обзоров, интересных мест, путешествий по разным странам и городам. Надеюсь, тебе понравится все, что я выпускаю. Спасибо за то, что смотрите мои видеоролики. Увидимся в червенской сходе. Вот эти вот получились у нас краффины маффины куличи. Очень красивые, аппетитные. Можно посыпать сверху сахарной пудрой или залить каким-то вкусненьким кремом, как для синабон. Ну, и что могу еще сказать? Всем приятного аппетита!